КОСТЮМ ВЕЛЬМОЖИ В 1949 году в книге «Поступление основного фонда» фиксируется акт приема. Из Артиллерийского исторического музея через товарища Грусланова получен кафтан вельможи 18-го столетия, входивший в гардероб князя Потемкина. И буквально через полтора месяца появляется уточняющая запись – кафтан из так называемого «потемкинского гардероба». Кавычки и прозрачный намек на то, что к самому князю данный экспонат прямого отношения не имеет. Но верить в это до сих пор хочется не всем. История появления спорных артефактов в музее связана с именем известного коллекционера, участника четырех воин, научного сотрудника Ленинградского артиллерийского музея Владимира Грусланова. Очередные поиски предметов старины однажды привели его в театр оперы и балета Кирова, сейчас Мариинский. Здесь каким-то чудом сохранились подлинные костюмы XVIII века, получившие название «потемкинский гардероб». Больших трудов стоило Грусланову уговорить работников театра расстаться с историческим реквизитом, который пополнил коллекцию Ленинградского и частично Ковринского музеев. Зеленый шелк, золотое и серебряное шитье, полудрагоценные камни. Пусть это не алмазный мундир, который получил Григорий Потемкин за штурм Измаила, но, как знать, возможно, изначально эти предметы мужской одежды весили на несколько корот больше и действительно принадлежали светлейшему князю. Впрочем, не склонны к историческим фантазиям скептики придерживаются иного мнения. Тесноват кафтан 48-го размера бывшему кавалергарду, чей рост по строгим армейским меркам был не меньше 186 сантиметров. Но не исключено, что его истинный владелец стоял рядом с генерал-фельдмаршалом и слушал пылкую речь о том, что завивать да пудриться – не солдатское дело. Редактор субтитров А.Семкин